с вами больная тема с я наглю здесь мы обсуждаем самые больные темы которые касаются всех жительниц израиля каждая женщина переживала в своей жизни когда нибудь беременность возможно не одну естественно роды и сегодня я в гостях в клинике у елены гайдук елена специалист по массажу для беременных это очень очень важно потому что далеко не каждый массажист работает непосредственно с беременной женщиной и сегодня мы обсудим чем массаж отличается и куда женщина может обратиться лен дружи и огромное спасибо что согласилась уделить нам кусочек своего времени расскажи чуть-чуть о себе чтобы наши слушать слушательницы понимали кому скажем так они попадут куда они попали ялочка как всегда рада тебя видеть у нас на становится такой хорошей традицией общаться на такие больные и очень актуальные и очень щепетильные темы да потому что все-таки массаж для беременных он и в отличается тем что человек который заботится о теле беременном видели беременной женщины он заботится не только не от двоих дата самой женщине и также есть ответственность из-за будущего ребенка до которого она носит по это огромная ответственность на это это большая ответственность которая требует определенных знаний и определенных навыков и определенных понимания того что на самом деле происходит с беременной женщиной именно на этом сроке лично я очень благодарна тебе что ты всегда подчеркиваешь в своих передачах и вот в своих интервью своих вопросах что допустим там специалист по такой-то теме специалист по такой-то теме самом деле это очень важно потому что массажисты они как врачи да они не может человек не может занимать практикующий массаж до мастер массажа он не может быть мастером во всем это как врач то есть есть врач ортопед да много ортопедов но кто-то специализируется на коленях кто-то на плече а кто-то там на грубо говоря там на позвоночнике да есть допустим хирурги которые также специализируются в принципе хирурги да все хирурги но есть какая-то своя определенная специфика специфика работы вот для меня я уже пятый год работаю в занимаюсь именно практикую масс деятельность как связаны с массажем и то что касается беременности я специализируюсь на массажах для беременных даже не как массажист а как доула и человек который занимается сопровождением в родах расскажи о своем образовании и о своем опыте работы моменты того когда я училась я работала в у нас в больнице вот здесь в ланиаду в родильном отделении и в операционно-гинекологическое то что связано с быстро с кисарево сечениями и ревизиями и экстренными там родами там и так далее то есть опыта работы и обучения то есть для меня это не теория для меня это несколько лет и теории и практики одновременно то есть когда ты видишь разные случаи как это может быть и это всегда какой-то такой action потому что никогда не знаешь как рода заказа кончится вот и конечно я видела насколько важно когда женщины приходили на роды и которые заботились о себе во время беременности они ходили на массаж они занимались йогой они то есть насколько их тело было подготовлено к родам насколько они сами были готовы к этому процессу родов потому что опять же когда ты слышишь различные там рожать и со мной легко да вообще легкие роды ну так вот такого не бывает рода никогда не бывают легкими в рост дом что насколько женщина готова к ним и готова себе облегчить весь этот путь который она проходит даст с тем человеком которым ее сопровождает в данном случае долл а которая разделяет с ней и боли понимает и это знает что и нужно здесь и сейчас что может ее что может женщину расслабить помочь и расслабиться или вообще не надо ее трогать сейчас и дать ей возможность быть сама с собой вот и и просто быть где-то вот рядом то есть это человек который все время либо заходит картинку либо выходит то есть ты пришла к данной специальности даже несколько как просто вот массажист а жару редко на специалист работающий конкретно женщинами в данный период их жизнь до период беременности абсолютно это очень важно потому что на самом деле а давай поясним что обычный массажист который отучился там на каких-то определенных курсах имеющий в принципе даже медицинское начальное образование он должен помимо этого всего пройти еще дополнительный курс который называется массаж для беременных женщин то есть это отдельная теория и практика конечно женщину в принципе не должна бояться пойти на массаж главное куда и кому главное действительно грамотно выбрать специалист абсолютно подскажи нам как нам выбрать этого специалиста то есть на что обратить внимание вот допустим беременная женщина обращается к массажисту неважно там женщина это ему или мужчина она выбирает сама куда она хочет пойти есть какой-то ряд вопросов возможно которые она может задать чтоб понять вот туда мне надо идти или точно не самый основной сама основная основной вопрос и такой критерий для выбора да то есть вообще в принципе чем занимается массажист какими я его за реализация да понятно то есть на чем он специализируется потому что если человек специализируется например на в спортивных массажах на глубокотканных массажах то есть если он на этом специализируется это говорит о том что ему нравится это делать это говорит о том что этот человек не может быть аккуратным и и нежным и у него нет вот этого вот touch такой который умеет слушать тело то потому что тело нужно слушать беременные женщина которая приходит на массаж особенно когда она приходит первый раз у нее есть определенный уровень очень высокий порог недоверия но понятно есть страшно есть стража уже не понимать что с ней происходит она не принесла ее кто-то сейчас трогать будет да и вот этот вот первый touch вот тут либо он позволит женщине расслабиться и скорее поверить когда я могу доверять и могу будет либо нет если либо нет то человеку она же пришла на массаж значит массажисту надо что-то с ней сделать понимаешь значит массажист будет работать на напряженное тело то есть на мышцы которые находятся в контр индикации как бы то есть это играть на сильное какое-то расслабление будет здесь поэтому здесь конечно важно вот это такой основной аспект потому что человек который занимается у которых и опять же если он занимается массажами для беременных опять же там по пути это говорит о том что человека нет достаточно глубоких знаний о том о беременности самой как таковой да и вот очень многие оппозиционируют себя я закончил там такое учебное заведение я закончил там такое учебное заведение люди не ведитесь на dip на вот эти вот имена название учебных заведений до ориентируйтесь потому что вы же не в учебное заведение идете делать массаж а вы идете конкретному человеку ориентируйтесь на конкретного человека а не на название сертификата и на название того учебного заведения с которым он пришел может быть это играет роль в каких-то других видах мы допустим там массажа в реабилитации да допустим там или и так далее но не на не то что касается именно беременных потому что у нас нет ни одного учебного заведения в израиле которая на мой взгляд я это всегда говорила говорю и буду говорить до тех пор пока такое заведение не откроется который может легитимно дать человеку сертификаты сказать что ты можешь работать с беременной женщиной которая в своей программе готовит специалиста не поверхностно очень глубоко работать беременной женщины поэтому если это делает если вы идете к долле которая закончила опять же там годовой курс работы с беременной женщиной и она уже на это накладывает массаж как дополнительную услугу здесь как бы как бы нечего как бы но это и как бы между двух зол грубо говоря то выбираем меньше да то здесь уже да здесь может быть больше уверенности как бы в том что да ты идешь человеку который по крайней мере я всегда говорю что для того чтобы не вызвать рода многие массажисты боят вызвать боятся вызвать роды и вот как было это понятно конечно это я всегда говорю так что для того чтобы не вызвать труды в момент массажа надо знать как их вызывать вот когда ты знаешь их вызывать вот когда ты проработал это в своем опыте когда ты видишь как работая с определенными точками на теле беременной женщины ты видишь какую как схватки на мониторе её начинают быть сильнее и учащаются, и когда ты делаешь какие-то движения наоборот, и ты видишь, как они замедляются, вот тогда это твой экзамен, и вот это твой сертификат, и твое право. И может помочь массаж. Что он даёт? Это общее эмоциональное расслабление, это расслабление мышцы, это улучшение сна, это снижение болевых синдромов. Очень часто бывает, когда начинается, женщины жалуются на боль, на родирующую боль в ногу, что в левую ногу, что связано с ущемлением седалищного нерва. То есть опять же, с этим можно работать, это можно расслаблять, высвобождать этот седалищный нерв. Эту проблему можно решить. Это можно решить, да, но вопрос опять же в том, что это не может решить просто спицы, просто массажист. Он просто не знает, как это делать. Поэтому врачи со своей стороны абсолютно легитимно, очень настороженно относятся к теме, когда я абсолютно на стороне врачей в этом направлении. Я абсолютно их поддерживаю, что они настороженно относятся к тому, что кому идёт беременная женщина на массаж. Потому что в принципе ответственность за то, что женщина доносит ребёнка и она благополучно зайдёт в роды, лежит на враче, акушерик, который её в родах сопровождает. И всё, да. То есть взятие какие могут быть риски, связанные с массажем? Вот какую ошибку, скажем так, может допустить специалист в работе с беременной женщиной? Это различные нажатия, растяжки, это работа... То есть делать нельзя, то есть ты хочешь сказать. Или можно, но в определённых каких-то вещах. Смотря кто это делает. Смотря кто... Опять же, смотря кто это делает. Понимаешь, если ты закончил, если это делает человек, который, если ко мне, допустим, придёт человек и скажет, что я закончил курс массаж для беременных, там, и, конечно, сколько часов ты закончила, скажи, там, мне 40, да, это максимум, который можно сегодня получить в Израиле. Вот. Ничего больше, кроме как, какие-то очень мягкие, расслабляющие техники, кроме этого, я ничего не разрешу больше делать, потому что... А бывает такое, что женщина приходит и, например, которая зажата, допустим, там, щеноборотниковая зона или нижняя часть спины, да, и когда нужно проработать всё-таки ягодичную мышцу, там, это всё уже такие вещи, которые... Это ювелирная работа, чтобы не вызвать, не спровоцировать тонус у матки, чтобы не спровоцировать увеличение вот кровообращения, там, где-то не нужно, не усилить поток крови, береги крови к матке. Понимаешь, это всё очень тонкая работа, поэтому очень важно, когда... И очень многие... Допустим, когда я принимаю девочек на массаж, я всегда прошу проконсультироваться со своим врачом и дать... поставить в известность врача, куда женщина идёт на массажи. обычно это происходит, опять же, в рамках общего договора на сопровождение в родах, где массаж входит как часть. 10 процедур массажных, которые растягиваются на весь период беременности. Насколько я знаю, у тебя есть своя разработанная методика, свой бронетбол. И с этими протоколами у меня разработаны протоколы для массажа для беременных начиная с 16-ой по 25-ой недели беременности, с 25-ой по 35-ой, с 35-ой по 40-ую. То есть, там уже в зависимости от того, когда женщина приходит, понимаешь? А с какого времени можно, в принципе, делать массаж? Начиная хотя бы где-то с 16-ой. То есть, до этого просто вообще никакой и нельзя, нежелательно? Я правильно понимаю? Смотри, опять же, то есть, массаж, там, шейно-воротниковая из-за узона, руки, голова, лицо, как бы, да, но уже, почему? Потому что первый триместр беременной, первый триместр тела женщины работает на отторжение плода, поэтому ему надо дать свыкнуться, поэтому какие-то такие вот вмешательства в тело женщины нерекомендуемы вот на этот момент, потому что соответственно уже по триместрам, по неделям? Конечно, а потом, когда женщина уже переходит вот этот первый такой этап, когда тело уже свыкло с того, что там кто-то живет, произошли те необходимые физиологические изменения, которые должны произойти, тело приняло ребеночка, тело опять же прожило огромный стресс для него, то есть как бы это вот такое, что нужно начинать с ним работать в плане расслабления, в плане снятия вот этого напряжения мощного, после токсикоза, после тошноты, после вот этих нервов, женщина может быть не готова к беременности, это может быть не все женщины сегодня беременеют, потому что у них есть вот такой вот план жизни, да, потому что бывает внезапно, бывает внезапно, подарочек на Новый год, и женщина не готова к этому, и женщина не готова к этому, есть у меня в практике есть девочки, которые учились в это время, и у них учеба, и беременность это вообще как бы, ну, в общем, как бы так и не особо вписывается, да, вот в это все, поэтому ей тоже как бы нужно, ей нужно тоже эмоционально с этим свыкнуться, потом уже ближе к 30-й неделе беременности, которая, значит, когда начинается интенсивный рост матки, то есть там уже подключаются мышцы в полной красе. Что женщине больше всего нужно? Расслабление, вот вообще в принципе в этот период, это основная задача, насколько я понимаю. Расслабление, расслабление, то есть правильно просто в разных местах, да, с разными, разных местах, с разными, с разными, применяя разные техники, те техники, которые подходят на этот срок беременности или на этот срок беременности, понимаешь, вот, потому что женщина, вот у меня несколько дней назад была девушка, которая ко мне не приходила две недели, вот за две недели вот она просто несколько раз поменяла обувь, то есть стала на каблук, потому что там есть были встречи, она должна была выглядеть хорошо, презентабельно, и как бы все, то есть она пришла, она пришла на массаж, и все, у нее уже там болит, и там зажата, то есть тело реагирует, тело, потому что иногда с нашей повседневной жизнью девочки, все-таки женщины продолжают работать, до конца беременности, и нет такой, не у всех есть такая возможность, допустим, там сидеть дома, уделять этому времени, то есть физически, да или просто отдохнуть, отдохнуть, куда-то уделить себе времени, да, понимаешь, вот все, она пришла, все, я уже вижу, что и там зажата, и там зажата, эмоционально, она устала, и из-за этого она и нервничает много, и весь дом ходит по струнке, понимаешь, потому что она вся накаленная, напряжена. А как часто нужно делать массаж? Вот прошла там 16-ая неделя, женщина решилась все-таки на какие-то изменения, это раз в неделю происходит обычно, как у всех. Я делаю, например, предлагаю 10 массажей, вот 16-ая неделя, за весь период, да, то есть мы можем, например, когда-то это более необходимо, когда-то менее необходимо, да, но это необходимо, вот, то есть первые 4 массажа девушка приходит раз в неделю, вот, а потом уже дальше как бы понадобится, как бы дальше мы смотрим, потому что, опять же, после 30-ой недели беременности, там, когда начинает маточка расти и начинается, опять же, неправильное перераспределение веса, понимаешь, то есть начинаются анатомические изменения в позвоночнике, она начинает, выделяется больше гормонов, релаксина, который делает таз более подвижным, то есть есть очень много таких вот внутренних таких процессов, которые там происходят, интересных, вот, а уже начинается с 35-ой недели беременности, когда, опять же, тут зависимости, как она вес набирает, понимаешь, то есть, с 35-ой недели беременности туда дальше мы уже больше начинаем работать с лимфой, потому что животик начинает вызывать давление на центральные нервные, паховые как бы лимфоузлы, понимаешь, отток лимфы может быть не такой связанной с отечностью, связанной с отечностью, да, то есть мы начинаем работать на профилактику отечности, там уже массажи уже могут быть, уже и женщине хочется, чтобы ее уже больше помяли, уже уже ее больше расслабили, чтобы ее вот, она уже устает от вот этого вот все время ходить, вот тело в одном положении, она не настолько подвижна, насколько бы она хотела, вот, девчонки, которые, например, занимаются, допустим, спортом, там и так далее, то они могут, например, переходить больше заниматься йогой, больше на растяжку, больше вот хочется вот дать тело вот раскрыться, вот, и, конечно, уже под конец, когда мы уже видим, что кто-то там засиделся, вот, и, да, уже как-то хочется ускорить, как бы, процессы появления малыша на свет, потихоньку можно к этому подходить, как к стимуляции родов, по чуть-чуть, стимуляции, схватки, ну, конечно, я уже говорю там про неделю 40+, 39+, то есть, когда уже там голова опускается, когда мы уже видим, что уже все идет, идет процесс, да, есть такие, которые приходят, голова высоко, тело не готова вообще к родам, не начался этот процесс, и говорят, приходят, вызовем, допустим, вызовем мне роды, я на это не иду. Скажи, а если, допустим, женщина в период всей беременности, не ходила, не делала массажа ни у кого, ни у какого специалиста, и вот она приходит действительно практически в конце, не говоря тебе о том, что там вызови или не вызови, просто вот ей нужен массаж, это возможно? Конечно, возможно, возможно начинать как бы на любом этапе, на любом этапе, да, на любом этапе, конечно, возможно. Насколько я знаю, ты планируешь проводить курсы подготовки к родам, здесь у себя в клинике? Да, да, то есть это курс подготовки, курс именно подготовки к родам, смотри, мой курс отличается от этих курсов, которые сегодня, например, можно взять где-то в другом месте, да. Помимо того, что я обучаю, как дышать, что такое роды, как это все происходит, чему нужно быть готовым, и какие роды лучше всего выбрать, и так далее, то есть я еще даю очень сильную, очень сильную, такую эмоциональную и психологическую поддержку, вот, женщинам, и это проходит, это будет проходить в закрытых группах, вся информация, которая здесь будет выходить, она будет конфиденциальная, то есть разрабатываются правила группы, что то, что здесь высказывается на группах, не имеет права никаким образом выходить за рамки этой группы, вот, и опять же, то есть мы здесь говорим, почему это важно, потому что когда мы говорим, есть такое понимание среди массажных терапевтов, как психосоматика, да, то есть когда у человека, который сдерживает в себе определенную эмоцию, зажата определенная группа мышц, и неважно, сколько ты можешь танцевать на этой мышце, ты никогда не расслабишь, пока мозг держит это, эта мышца, она будет, будет, зажата, будет дискомфорт в том или ином месте, поэтому вот это вот психоэмоциональное расслабление, высвобождение вот этого всего, девочки будут получать домой таблицы, определенные домашние задания, уроки, прорабатывание, вынос вот этого всего из себя, с этим невозможно жить потом, когда вот это, она захлебывается от вот этого всего, а есть когда еще дети маленькие дома, а вот эта нестабильность, которая вокруг происходит, понимаешь, а какие-то напряжения с мужем, а будет работа или не будет работа, а готова или не готова, а у меня были вообще свои планы на жизнь, а как я теперь с этим справлюсь, а если человек как бы в середине чего-то, какого-то обучения, и у нее были совершенно другие приоритеты, и как с этим справляться совсем? Мне прям самой захотелось найти курс. Это важно, это важно, что происходит, происходит, что женщина остается, я тебе скажу, что происходит, что у женщины голова отдельно, тело с ребенком отдельно, у нее нет вот этого вот связи между ней и ребенком, она приходит, приезжает в больницу, она говорит, все, родите меня, все, достаньте его от меня, мне все равно как, мне все равно каким образом, она получает ребенка, не в любви, она его не ждет, она хочет, чтобы от него освободиться, чтобы его достали от нее, и все, она могла продолжать свою жизнь, понимаешь? А что потом? То есть, опять же, сейчас в больнице, я, допустим, работаю в детском отделении, вот, приемном, да, и я вижу это, и я вижу это, когда, или мама, да, была, как бы всю беременность связана с ребенком, у нее произошел вот этот вот душевный контакт с ребенком, не физиологически, что он там вырос, а душевный контакт, и видно, как она, как она заботится о девочке, да, или там, о мальчике, а бывает такое, что наоборот, ты видишь, а женщина просто, все, вот, ну вот, и я не говорю о том, что это плохо или хорошо, я говорю о том, что это происходит потому, что в наше время, наших социальных ответственностей, социальных ролей, когда нас время гонит, что мы все время должны находить в состоянии стресса, зарабатывания денег, думать, как мы будем выживать, то есть, у женщины нет возможности быть на стопроцентной, получить все, 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 всю красоту того, что она беременна, всю красоту рода, всю красоту, вот это вот ночью, насладиться этим процессом, что я беременна, понимаю, что у меня есть время для меня, что у меня есть время вот для моей какой-то жизни, с моей маленькой, как бы, ребенка, понимаешь, с моим будущим там, мальчиком или девочкой, да, вот все сходится до каких-то вот, очень такая гонка, 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 потом через 3 месяца все, ребенок в сад или там в яске, или через полгода она выходит на работу, потому что она боится потерять свое, как бы, место, понимаешь и все и потом начинать другие проблемы ребенок не сидит не хватает внимания потом мы начинаем говорить что там он в чем-то там не сфокусирован и и так далее так далее понимаешь как бы поэтому вот этот период родов даже если уже так получилось что мы рожаем в такое время и пиде пандемии и эпидемии и нестабильности и всего это просто необходимо без этого нельзя дети обязательно должны расти и вынашиваться в любви что их ждут их мир не ждет а если они еще чувствуют что их родители не ждут так это ну как-то знаешь по если посмотреть на на детскую душу у ребенка мне кажется что это не не то зачем душа приходит сюда мне кажется душа приходит для того чтобы быть счастливой спасибо тебе большое с удовольствием дорогая как известно родить это только полгела дальше нам нужно растить детей вкладываться в них и развивать их разбивайте ваших детей самого раннего возраста именно об этом мой следующий ролик оставайтесь со мной всем привет и сейчас я нахожусь в гостях у юлия аркин юлия профессиональный педагог с 11-летним стажем работы юль большое спасибо что пригласила меня к себе и что согласилась рассказать о своей новой деятельности точнее род деятельности у тебя прежний но ты начинаешь это делать немножко в другом формате расскажи нам немножко о себе насколько я знаю это тоже мама не без этого спасибо во первых что пришла ко мне в гости во вторых да я мама троих детей как ты уже сказал 11 лет педагог и как во всем мире корона внесла коррективы во все сферы и также ронам мою сферу работы также сады закрытые родители которые должны сидеть с детьми что-то придумывать что-то делать и я увидела что много людей много мам нуждается в помощи нуждается в доступной полезной нужной и легко поданной информации для того чтобы помочь своим детям развиваться помочь своим детям занять себя что и соответственно помогает родителям не чувствовать какие-то угрызения совести что из-за того что они допустим карантин и они не в саду и лишь там бедуды опять они не в саду что как будто бы дети что-то упускают это очень важный момент скажи а каким образом ты хочешь это воспроизвести то есть это будет какой-то онлайн проект насколько это да это онлайн проект это проект через инстаграм я открыла свою страницу в инстаграм и там я активно делюсь и развивашками всякими для возраста от нуля и до шести лет там же я делюсь всякими способами и методиками которые можно воспроизвести воспроизвести легко дома с детьми любому родителю из легко доступных материалов которые есть в каждом доме также какие-то рекомендации какие-то легкие статьи которые на доступном понятном языке для любого человека о ну нужде развития о каких-то сферах развития о том что нужно что не нужно и в каком возрасте естественно я это все подкрепляю конкретными примерами и даю конкретные развивашки которые можно сделать и не не путаться в этом хаосе информации которые есть на сегодняшний день да это действительно так информации великое множество и я как родитель подчас действительно не понимаю как мне выбрать правильно да как зайти к что искать какие развивашки подходят для такого или иного возраста это очень ценная информация в особенности от человека который имеет в этой сфере должное образование и огромный опыт работы этот проект он не единственный он будет не только онлайн ты безумно любишь детей хочешь работать с ними и вживую игра то есть ты продолжаешь точнее начинаешь свою деятельность как воспитатели уже частным образом образом ты принимаешь деток скажи с какого возраста на данный момент с полутора лет с полутора лет до трех четырех пяти до школьного возраста на несколько часов в день соответственно или на несколько дней неделю соответственно провести у тебя полезные несколько часов и также у тебя в планах насколько я знаю ты давно уже эту идею вынашиваешь ты хочешь открыть свой такой небольшой детский садик ясельки когда это планируется хотя бы примерно расскажи это планируется скорее всего на ближайший сентябрь я предварительно дам знать как когда пойдет набор уже и да это будет маленький мишпахтон семейного типа где основа полагающая методика работы будет методика мантисори о которой также можно будет прочитать в моем блоге потому что я работаю по этой методике и со своими детьми и с детьми которые доверяют мне поэтому и об этом я тоже буду писать как это можно воплотить тоже дома доступно быстро и легко я слышал об этой методике это действительно очень интересная вещь завоевавшая достаточную популярность уже практически везде очень и насколько я знаю также немногие сады с ней работают то есть это редкость до в израиле во всяком случае сейчас или не буду есть есть уже повышение решения до нового и развивается до скажи какие три основополагающих моменты которые есть у тебя вот в работе с детьми назови их нам пожалуйста первых то что я именно занимаюсь развитием ребенка для меня важно чтобы ребенок не просто пробыл у меня несколько часов но чтобы эти часы они были эффективны чтобы для его развивания чтобы да он вышел отсюда с чем-то во во-вторых питание я приверженец зож для меня сбалансированное правильное и хорошее именно вот качественное питание это основа основ как для своей семьи так и для детей с которыми я работаю об этом обязательно поподробнее скоро поговорим и третье и третье это личный подход каждому ребенку то что это на самом деле соответствует и методике мантисори и это всегда было моим нутром поэтому очень эта методика откликнулась во мне потому что личный подход я не люблю стадное чувство каждый он индивидуум и подход к нему должен быть тоже индивидуально насчет здорового питания мне очень понравилось что ты сказала что в твоем садике будет исключительно здоровое питание допустим у меня на сегодняшний день вся семья не стопроцентно но 90 процентов уже перешла на то же питание малыш и малыш с рождения у него не было выбора я видела несколько твоих рецептов это потрясающе красивые блюда а и в твоем инстаграме соответственно ты тоже освещаешь вот этот вопрос здорового питания и как приобщить прежде всего ребенка даже маленького чтобы родители понимали о чем мы говорим если ребенку годик там до до трех лет это не значит что он должен там питаться как-то вот в определенном русле то есть мы вполне можем приучить его и к здоровому питанию в зависимости от того что и что кушает мама с папой чем они его кормят и как они и что они насчет этого думают в этом нет ничего плохого если ребенок увидит как мы готовим что-то из области здорового питания если он это попробует если он к этому привыкнет в любом случае все это ведет только лишь к приливу энергии сил здоровью да это все совершенно нормально у тебя огромное количество рецептов и насколько я знаю ты и иногда готовишь их вместе с детьми да это очень моя любимая рубрика потому что особенно детки которым уже два годика где-то два и чуть больше им очень интересен этот мир мир еды мир продуктов красочности этих продуктов и для меня большое удовольствие дать им возможность быть соучастниками в приготовлении да вот это вот они чувствуют себя взрослыми самостоятельными что опять-таки подкрепляет ту методику по которой я работаю это дает ребенку навыки удовольствие и ощущение вот это вот значит это внутреннее я она повышается она стабилизируется вот это вот понимание я могу вот это вот я могу я способен тоже растет и дает хороший стержень на будущее ребенку это очень важно юлечка огромное те спасибо сделаешь очень важное очень ценное дело спасибо большое